всем привет сейчас я как и обещала на одной из фотографий покажу полную обработку кадров возьмем вот этот снимок я покажу до вот так он был снят параметры были температуры 6 250 синт минус 1 остальное все по нулям и сейчас покажу что получилось скажу свои настройки и так я поменяла температуру на 5 600 синт на плюс 7 вайбрансами поменен на плюс 24 стрейшин минус 5 кривая немножко этого над середины вверх и оранжевый цвет в минус 13 я кстати очень редко делать и функции только тогда когда у малыша было немного выражена желтушка то есть кожа была более оранжевая нежели обычно и повышение резкости amount 80 радиус 1.3 параметры съемки у меня было из 50 я снимала с зонтом свет дело слева отсюда 50 миллиметров диафрагма 2 2 вытяжка 1 250 секунды то есть эта синхронизация на моем студийном свете единственное что я еще сделала на этой фотографии это немножко сделал посветлее лицо совсем немножко и вот этот угол затемнила посмотреть видите достаточно светлый потому что здесь был источник света обычной кисточкой вот здесь она находится adjustment brush немножко затемнило все вот так будет выглядеть фотография которую я выведу из лайт рума photoshop нажимаем здесь resolution я повышаю здесь у меня не нужно ничего сто процентов все у меня все правильно стоит экспортирую юзди никнейм готовы теперь я открою фотографию если мне же было открыто но открываю фотографию вот она у меня первое что я смотрю на что я обращаю внимание это на кожу нужно ли мне делать какие-то манипуляции с кожей так как когда вы снимаете достаточно открытой диафрагмы здесь было 2 и 2 заметьте если бы подальше отошла я могла бы снять и на 20 на 18 но так как моя дистанция к самому объекту съемки была достаточно я стояла достаточно близко поэтому диафрагма 2 и 2 для того чтобы у меня не было никаких размытых частей лица но все равно такая диафрагма дает очень красивое смягчение кожи то есть а ведь она у меня мягкая единственное что видны вот эти маленькие беленькие точки healing brush и аккуратненько их уберу каждый может использовать любой свой способ кому способ кому как нравится если там слишком много всяких шелушинок есть способа которых возможно я поговорю чуть позже обязательно выпустим еще видео по обработке я убираю вот эти все шелушиночки совсем немного кожи достаточно чистой малышки было ну и как я сказала плюс что съемка на открытой диафрагме дает вот это смягчение кожи все смотрите какая она красавица здесь по вкусу дальше то есть если вам нравится более такие мури как с настроением фотографии более в темную сторону сдвинуты более светлую сторону сдвинуты здесь каждый выбирает свою дорожку я возможно еще немножко совсем осветлю лицо совсем немножечко у меня есть экшен я бы сама себе написала по принципу dodging burn светлую часть здесь тоже кто как привык использовать 5 процентов и немножко осветлю лицо совсем немножко эту тень если бы я снимала софтбоксом то у меня были более жесткие тени например здесь да и на этом исполняя эту фотографию я специально свет отодвинула больше вправо и в бок чтобы у меня получилась вот такая здесь тень мне очень нравится фотографии с тени с тенями если вам не нравится свет переставляется в другую сторону чуть больше с лица вот здесь вот да если четко сказать тогда у вас лицо полностью будет освещено так я зом аут посмотрим я обязательно сюда смотрю до и после это немножко стало посветлее еще возможно я светлю вот эту складочку здесь совсем немножечко больше ничего осветлять не будем просто очень красиво получилось очень светленькая красивая личико теперь я соединю слои по кадрированию меня в принципе все устроит устроила может немножечко совсем раздвину вправо и дотяну фон готово отцентровала слива слои все теперь начинается работа с цветокоррекции как вы видите фотографии уже очень достаточно красиво выглядит тепленько то есть на самом деле если сейчас наложить немножко блюра в неточку уже в принципе результат очень даже хороший я покажу какими акшенами я пользуюсь первый акшен это simple to один из моих любимых его можно купить это лили блюдо simple set actions и там вот есть simple to я его запускаю каждый экшен если вы купите они будут достаточно сильными то есть смотрите видите фотографию какая становится то есть на самом деле нужно потратить немножко времени чтобы его раскрутить и подобрать под себя я знаю что к моим фотографиями нужно убрать тон и мне нужно убрать контраст до и после смотрите какая она красивая она стала светленькая но я замечаю что например она вся такая желто-зелененькая немножко я зайду в контраст вот этот вот level уровень и сойду в голубой канал и в голубом канале я немножко совсем подтяну видите совсем слишком много не буду потому что она сильно голубая станет совсем немножечко вот так сейчас секундочку трудно мышка вот ага вот красиво красиво получилось и вот у нас до и после смотрите какая она красивая нежная фотография получилась объединяю слои следующий акшен который несомненно входит в мою копилку самых любимых это блот блот также можно купить это пейнтбокс это рентал фотографии один из моих любимых экшенов я его сейчас запущу он тоже под меня уже скорректирован я слышала очень много мнений что если ты фотограф ты должен сам все делать должен сам писать свои экшены ну а также можно сказать что если ты фотограф давай делай сам колоси бодейки шеи повязки сдирай кожу с кроликов да то есть в принципе это мы доверяем какие-то части своей работы профессионалам почему не доверить и эту часть то есть я доверяю есть люди которые сделали шикарные экшены они мне нравятся я их под себя подстроила под свои фотографии если что-то я купила и это упрощает мою работу я готова поделиться и рассказать что делайте ищите очень много полезных вещей есть сейчас на рынке давайте посмотрим как сработал экшен блот он у меня уже уменьшен на первый верхний уровень там был 55 мне кажется я уменьшал до 40 и два нижних вот средний у меня уменьшил до 25 и самый нижний остался 50 его можно чуть-чуть я наверное его так же сделаю наверное 30 вот так объединим и посмотрим смотрите появилась такая теплота то есть ушла с кожи с хайлатов ушла вот эта желто-зеленая непонятная пелена видите какая фотография стала приятная теплая светлая следующий момент я повышу контраст именно только по лицу малыша я захожу в контраст я тоже создала сама экшен у меня их три контраст 1, 2 и 3 но чаще всего я пользуюсь первой и второй версии я сейчас покажу у каждой как работает вот например первая если кто-то любит безумно яркие фотографии то здесь только можно наложить дымку вот вам яркие сочные снимки это первый контраст второй контраст у меня работает вот по такому принципу видите и третий контраст он добавляет более красного видите если фотография зеленая то давай более красного но мой самый любимый первый я его сейчас запущу но естественно я его не оставлю таким по всей фотографии я сделаю маску на слой контраст и верну только по лицу возьму 40% кисть на самую мягкую и пройдусь по лицу и чуть больше по хайлайтам почти на 100% почему потому что вот этот контраст придание контрасту дает чистоту вот это ощущение чистоты кожи вот смотрите до и после видите как лицо стало выделяться и пальчики обязательно все объединим слои мне очень нравится очень красиво уже получается следующий этап опять экшен от опять же серии paintbox экшен называется free свобода запускаем его он тоже уже подстроен под меня он дает дымку очень красивую смотрите до и после очень красивая такая дымка появилась на фотографии замечательно мне очень нравится я ничего здесь менять не буду я ее оставлю сейчас я вижу что лицо мне все равно из-за того что у малышки было немножко желтушка но золотое такое зеленоватое давайте выведем диалоговое окно баланс белого ой color balance цветовой баланс и посмотрим если у меня лицо у меня можно проверить открыть сейчас она не откроется палитра но видно у меня лицо все равно кажется таким вот желтым что ли немножко то есть чтобы компенсировать вот этот желтый цвет мне нужно добавить голубой чтобы компенсировать мне зелень по лицу например мне нужно добавить мадженто запомнили то есть если у вас какие-то есть вопросы по компенсации цвета заходите в это окно смотрите какая у нас фотография главное не ошибиться если у вас красный я думаю что она зеленая если она зеленая не думаю что она фиолетовая то есть понимание цвета здесь тоже очень важно и так заходим фото фильтр это будем компенсировать на желтый цвет а будем компенсировать его фильтром и фильтром будем будем ué 그리고 есть blue нет и обычно компенсируют обычным дым фотография стала прям синий сейчас естественно не то что нам нужно уменьшу опасарь полностью и оставлю где-то смотрите 30 процентов больше не буду и теперь создам еще один фотофильтр но возьму уже мадженту ставлю тоже 5 процентов то есть я создала два фотофильтра сейчас я их подвину в одну папку до и после видите поменялся цвет насколько и теперь я могу вот эту папку уменьшить давайте на 50 процентов чуть побольше 70 и внутри я могу повышать или понижать прозрачность или интенсивность того или иного или того или иного слоя красота мне нравится я ставлю и сохраняем объединяем слои готово то есть по цветокоррекции фотографии меня устраивает на лист action если вы хотите более коричневые фотографии более теплые можно наложить с кингтон 2 это мой очень которая сама создала он тут фотография получится вот такая тепленькая полосненько стало чуть-чуть теплее можно оставить 20 процентов не больше не хочу мне очень нравится именно чистота здесь цвета очень красиво получилось теперь мне осталось доработать кожу смягчение кожи у меня происходит экшеном софт скин вы можете создать сами сделан из фильтров вас сенглевых дыр класс игры слой был создан 6 процентным размытием и потом этот слой вы уже регулируете по прозрачности я использую прозрачность где-то от 20 до 40 процентов зависимости от диафрагмы и расстояния до снимаемого до малыша снимаем объекта хочу сказать 35 процентов давайте поставим 35 очень красивая мягкая кожа получилась теперь стерочкой сто процентов я пройдусь по повязки по глазкам бровки то есть все части которые я хочу чтобы вы были в лескости и вот в них наверно впереди чуть-чуть красота все фотография очень красиво уже включилась последний этап заключительный практически по именно работе с изображением это тонирование теней если вы хотите приглашить тени это можно сделать создав новый слои покажу выбирайте любой цвет который вам нравится я выберу кнопку любой цвет такой скрин беру сразу до пяти процентов и пройду вот в панели правую часть двойным кликом я захожу в окно которым я могу настроить об область тонирования я сразу увожу часть смотрите и задаю область тонирование это вся видите как меняется то есть сразу фотографии видно какая область меня будет затонирована я протонирована только тени и небольшой переход в полутона то есть я не хочу своего тонирования на хайлайтах окей до и после это слишком многовато мне будет я поставлю 3 процента слишком много я не хочу и возможно я поменяю цвет тонирования то есть я возьму любой с фотографии вот например вот такой вот красиво мне очень нравится очень мягко получилось замечательно и объединяю слои супер теперь я пойду и создам виньетирование что такое виньетирование это затемнение по краям чем она мне нравится потому она привлекает больше внимания и сосредотачивает внимание зрителя именно на объекты съемки в данном случае я малыш сейчас фотография вся однотонная то есть видите у меня задник достаточно светлый на самом деле это все можно избежать если у вас большая студия вы можете отодвинуть объект съемки достаточно далеко от фона у меня вот эта часть фона достаточно узкая мне некуда это положить поэтому приходится потом фотошоп и немножко это все корректировать для красоты и так опять же экшен и пейнтбокс вот такой замечательный экшен называется юрпик нажимаем и выбирают цвет с фотографии который мне ближе всего то есть сейчас я просто хочу выровнять задний фон и немножко его затемнить окей покажу до и после у меня произошло такое затемнение по всему кадру я не буду здесь поднимать видите можно поднять опазали делать я этого не буду я верну назад и сейчас я по маске пройду стопроцентной кисточкой чтобы убедиться что мне ничего не попало на малыша потом беру 20 процентов и прохожусь по границам немножко мне совершенно никак не напрягает если у меня попала маска на бодейку или на ткань мне главное чтобы малыш у меня был без какой-то пелены сливаю слои последняя часть это виньетирование полностью фотографии то есть я сейчас затяну немножко по другому способу я создам новый слой возьму цвет с фотографии который мне больше всего нравится давайте вот здесь вот он коричневый и не заливаю полностью пустой слой перевожу прозрачность 80 процентов клику на инструмент крюленький это 350 пикселей и нажимаю клавишу делит смотрите насколько уже у нас наше внимание сконцентрировано на объекте съемки здесь можем во первых и увеличить опазали можно даже на 100 поставить я ставлю на 100 только в том случае когда мне нужно подогнать цвет виньетки к общему настроению фотографии сейчас я вижу что моя виньетка она больше уходит такую красную сторону да то есть я захожу фью ситуацию и здесь я могу подстроить виньетку красновато красный зайду но я не хочу ее сделать уже сильно зеленый так пока ставлю кей такая нам более коричневая и последний момент чтобы она еще лучше смотрелась тут и виньетка я ее затонирую тонирование тени тот же самый принцип по которому мы с вами тонировали тени на малыше только теперь я это виньетирование применю тонирование применю только к виньетке естественно я поменяю цвет тонирование смотрите то есть вот она без вот с то есть сейчас моя виньетка стала больше и ближе к цвету самой фотографии согласитесь то есть вот даже можно чуть-чуть клей сделать процентов 6 поставим вот так смотрится гораздо лучше нежели она была видите с таким красным оттенком теперь все что мне нужно опять же потереть стеркой стопроцентной убрать все что у меня попало на малыша и потом 5 процентной стеркой я сравняю границы чтобы не было такого вот явного ощущения от виньетирования ну чтобы оно было чтобы все равно концентрация была у нас на малышке сейчас я объединю эти слои ну после вот так и соединяем объединяем слои для меня в принципе иногда ну как бы красиво смотрю кажется что красиво смотрится если я еще немножко потяну тени делаю я это в кривых цепляю первый квадрат и немножко поднимаю наверх совсем немножко тогда фотографии еще появляется такой дополнительный красивый объем смотрите да совсем немножко то есть много не надо потому что она будет у вас по ощущениям сильная пережженная но не совсем красиво смотрится опять же по ощущениям в конце я могу все active color немножко убрать сделать лицо менее желтым тоже такие маленькие доработки в конце идут и обязательно я это применю только по лицу вот так и туда готово сто процентов и только по лицу пройдусь вот готово все в таком виде меня совершенно фотография устраивает она очень красивая получилась давайте посмотрим до и вот после давайте я сейчас зум сделаю вот так чтобы было видно хорошо до и после видите какая она красивая получилась как уменьшить потом фотографию для интернета у меня уже есть свой логотип он у меня на psd файле я сейчас покажу как он у меня выглядит так вот он копирайт называется файл я беру отсюда свой логотип готово оставлю куда мне хочется объединяю слои и опять же пользуюсь экшеном paintbox есть так у них экшен называется facebook пыли запускаю все фотография уменьшена верхний слой я изменяю процентность давайте изменим можно 30 можно 40 можно 20 здесь по ощущениям все и в таком виде я сохраняю фотографию вот что у нас получилось мне кажется очень даже красиво на этом урок закончен